Итак, ребят, сейчас, соответственно, вводная часть. Что такое баттерфляр и как он работает? Дядя Вань, давай потом отпиздим сухо его, иди сюда. Иди ко мне, но я хочу тебе показывать. Итак, становись на колени. Нет, ты наброшь на дяди Паше, я жирный. Итак, что такое баттерфляр? Баттерфляр — это такая разновидность гарда, когда обе ваши ноги находятся между ног соперника. Есть классическая версия баттерфляра, когда вы сидите на булках, ваши ноги четко между его ног, каждая держится за бедро, колени максимально широко, и вы работаете отсюда. Это делал Марсел Гарсия. И эта версия, на мой взгляд, более удобна для ноги. Есть так называемый ленивый баттерфляр-гарт, когда вы лежите на боку, одна нога у вас зацепляет ногу соперника, вторая нога под его тазом. Это называется ленивым баттерфляр-гардом. Дим, не надо ходить, когда ты снимаешь, вот стой с одного ракурса, сильно много не двигаешься, не надо бегать. Вот. Я предпочитаю работать из этого баттерфляра, почему? Потому что он удобнее, его удобнее комбинировать с халф-гардом, да, и в данный момент он более распространенный. Ярким представителем такого вида баттерфляр-гарда является Адам Барджинский, да, известный польский борец, сейчас серебро чемпионата Европы в Адалтах. Независимо от того, какой вид баттерфляра вы играете, классический или такой ленивый баттерфляр лежа на боку, у баттерфляра есть общие механики работы, да. Итак, первая механика, я ее буду показывать на примере ленивого баттерфляра, потому что я буду работать с него, абсолютно так же переносится на обычный. Смотрите внимательно. У меня стопа всегда натянута на себя. Я никуда не выкручиваю пальцы, если вам не видно, вы можете подойти ближе. То есть я пальцы никуда не выкручиваю, вот, пальчики ровно на себя. Я цепляю не между ног, а чуть-чуть сбоку, да, то есть вот часть бедра. Очень важно. Мое колено не должно упираться в него, иначе он сложит мои ноги, и я окажусь не очень хорошей позиции. Мое колено максимально широко. При этом, когда я развожу свое колено, я не поворачиваюсь на спину. Я лежу на боку, просто развожу свою ногу. Моя стопа очень плотно прилипает к его ноге. Да? У меня могут быть любые захваты. У меня может быть захват за отворот рукав, у меня может быть захват за пояс сверху до оверхук, у меня может быть андерхук. Это не важно. Механика одна и та же. Теперь смотрите внимательно. Когда человек сидит на моей ноге, а мой таз находится где-то перед ним, смотрите, я не смогу ничего сделать с человеком, да, я не смогу его поднять. И обычно у людей бетерфляй не работает здесь, потому что они работают сразу с этой позиции, они ее не меняют. Чтобы бетерфляй заработал, мы должны его зарядить. Он заряжается двумя способами. Первый – это я вытягиваю человека на себя. Второй – я въезжаю под человека. Способы разные, но итог всегда один и тот же. Человек, вот он сейчас сидит над моей стопой, но не над моим тазом. В результате моих действий человек оказывается над моим тазом, видите? Сейчас я его вытянул на себя, он над моим тазом. И вот отсюда я буду его переворачивать. Да? Это было вытягивание. Сейчас я покажу въезжание, да? То есть въезжание – это когда я беру, резко закидываю свой таз под него, стопа к себе, то есть я бум, я въехал, и то же самое, видите, он оказался над моим тазом. Вот отсюда бетерфляй слиповать легко. Как только таз ваш окажется перед человеком, из бетерфляй слиповать очень тяжело. Да? Здесь все работает то же самое. Я могу условно вытянуть руками. Да, вот этот способ используется, кстати, в науге, да? То есть отсюда потом переходит на лаглорки, да? Так я могу и въехать под него. Бум! Почти без использования рук, да? Итак, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас с вами будем учиться заводить свой таз под человека двумя этими способами. Я специально не акцентируюсь на захватах, я не акцентируюсь ни на чем, кроме положения ваших ног, самого механизма. Первый механизм – вытягивание. Пальчики на себя, коленка широко. Я беру те захваты, которые мне нравятся, я беру максимально очевидные. Я беру, сейчас просто отворот, даже руку не беру. Я, очень важно, тяну его к себе. И одновременно, когда я тяну его рукой к себе, я свое колено тяну к себе. Я не пытаюсь его поднять. Поднять его будет очень тяжело. Я просто вытаскиваю его на себя. То есть вот он сидит, я беру. Вот, я вытащил человека на себя. Он четко лежит на моей ноге, я лежу на боку. Я не развалился вот так вот на спину, чтобы меня не раскатили, да? Я здесь. Чем лучше у вас мобильность таза, тем больше вы можете вытащить колено, тем лучше на вас повесит человек, тем легче вам будет его сыповать. Да? Это было вытягивание. Еще раз. Рука, пальчики на себя. Рука к себе, к груди. То есть я хочу его прижать к себе. Да, вот движение. И колено к груди. Пум. Я его вытащил на себя. Нога ни в коем случае не отлипает от его ноги. Второй способ – езжание. Его вам будет легче делать, когда вы, возможно, встанете на руку. Я чуть заряжаюсь, отъезжаю тазом. Да, видите, вот мое движение. Я не замираю в нем, потому что если я замру, он начнет двигаться. Я пум. И дальше я хочу влететь своим тазом между его ног. Очень важно, крючок у вас отлипать не должен. Я могу, разумеется, помогать себе рукой вытаскивать. Но если вы будете все правильно делать, ваши ноги сделают всю работу за вас. Даже если у вас не должно быть такого дотаскивания рукой. Правильно? Рука усиливает, но не делает работу за ноги. То есть я здесь, я отъехал, и я прям пум, ложусь колено к себе. То есть я, когда ложусь, так же подтягиваю колено к себе. Да, эти механики нужны для разных вариаций свипа. Они очень похожи, но прям немножко разные. То есть видите, я так же лежу на боку. Он максимально близко, колено широко. Я здесь. Понятно? Он висит на вашей ноге. Задание понятно. Работаем по времени. Когда меняться, я скажу. Итак, ребят, еще раз смотрим внимательно. Тишину ловим, э! Еще раз. Нога под ним. Не, вон Палыч снимает. Нога под ним. Захват за отворот диагональный для совсем слепых, да? Вот так вот, если вы возьмете, он возьмет вас сразу же под голову. И здесь у вас все закончится. Как всегда и бывает у нас. Мишка. Не буду никак это комментировать. Он просто вам рассказывает одно, сам делает по-другому. Вот. Как дядя Ваня стучит. Окей. Я взял пальчики к себе. Коленка в сторону. Тишину ловим, ребят. В первом случае я лежу четко на боку. На боку это когда между моей спиной и полом 90 градусов, да? Не вот так. Второй ногой я пока не работаю, потому что пока она мне нужна. Нам бы с первой разобраться. Я тяну одновременно руку к себе. Никуда туда. К себе. И тяну колено к себе. Одновременно. Не вот так вот рукой, и потом ногой тяжело. Одновременно. Пум. Сильное движение. Он близко ко мне. Между нами почти нет расстояния. Я лежу на боку. Вот я здесь. Да? Второй способ. Я для него могу встать на локоть, но лучше вставать на руку, да? Почему? Потому что у вас так гораздо больше амплитуда. Вы гораздо сильнее можете двигать тазом. То есть здесь вы тазом двигаете еле-еле. Когда рука на ладони, движение тазом вам доступно гораздо больше. Мы были здесь. То есть вот у меня позиция. Я встал на ладонь, да? Я чуть отъехал. И я, въезжая тазом под него, тяну колено к себе. И рукой я могу доработать, но основную работу я делаю своими ногами. Я также в данной ситуации лежу на боку, да? Если я лежу на спине, то у меня должны быть вот две ноги. Я предпочитаю работать на боку, потому что у этого больше преимуществ. Итак, сейчас мы начнем добавлять одну из вещей, которые очень важны при баттерфляйсвипе. По частой ошибке люди думают, что баттерфляйсвип это сделать вот так. Вы кинуть его в бок. И люди, которые сопротивляются, которые умеют защищаться, они почему-то не падают, да? Потому что вы не доделаете достаточно большой пласт работы. Смотрите, есть золотое правило. В свипах побеждает тот, чей таз выше. Вот здесь. Его таз выше моего таза. Мне нужно поднять свой таз, чтобы он оказался выше. Смотрите внимательно, что я делаю. Вот моя нижняя нога. Я ее максимально сгибаю и ставлю пальчики в пол. Палыч ногами двигаю, чтобы снимать спокойно. Да, дальше смотрите, что я делаю. У меня рука уходит сюда, да, чтобы мне не мешать. То есть не здесь остается, а просто я где-то здесь прячу. Я сейчас вот этой рукой не работаю. Мне это не нужно. Рукой я прижал его к себе. Я не пытаюсь его никуда сместить. И упираясь ногой в пол, я поднимаю свой таз. Важно, я его не переворачиваю. Очень важно жестко упереться ногой в пол. Если вы упираетесь слабо, она у вас уедет. Я беру, я вкручиваю свой таз. Я его не переворачиваю, он прижат ко мне. Моя нога не отвисла от его ноги. Видите, мой таз выше его таза. И здесь я легким движением его уроню. Мне не придется делать жим человека ногами, да, поднимать его куда-то, скидывать. Поменяв положение своего таза, я как бы скину его сверху вниз с себя. Что мы сейчас делаем? Мы объединяем две предыдущих истории. Да, то есть у нас вытягивали на себя рука-нога. Работают вместе. Вытащил, да. Эту руку не отвожу пока, чтобы она мне не мешалась. К себе прижал, это важно. Ножку согнул, важно. Не надо уводить ее сильно назад, не вкрутитесь. Она у вас на одном линии с вашим корпусом. Плечо в пол, да. Я не сгибаю голову, у меня спина прямая. Я вкручиваю свой таз. Я близко к нему. Он может здесь завалиться, это нормально. Мы для этого это и делаем. Но не надо вкручиваться, его ронять. Когда я поднимаю свой таз, он все еще прижат ко мне. То же самое касается, когда я въезжаю. То есть я был здесь. Коленки широко, еще раз. Коленка упрется в него, он на меня ляжет. Будет некрасиво. Да, не сексуально будет. Я здесь. Если вам не хватает растяжки, вы можете чуть подвернуться своим тазом. Да, то есть учитесь искать углы. Я отъезжаю. Въезжаю. Вот он здесь. Ножку согнул. Ручкой здесь уже прижал к себе. Все то же самое. Я вкручиваю свой таз. Видите, я стою на ноге, просто стараюсь поднять таз максимально высоко. Переворачивать его не надо. Слеповать его сейчас не надо. Ваша задача вытащить человека на себя. Чтобы он был близко к вам. Между вами не должно быть двух километров. И после этого вы поднимаете свой таз. Понятно? Работаем по времени, когда меня скажу. Вперед. Многие из вас заметили, что вам мешает опорная рука. Я специально сейчас ничего не говорил по этому поводу. Для того, чтобы вы свое внимание сосредоточили на том, что у человека, ёпта, есть опорная рука. И что это проблема, если вы не будете с ней работать. Итак. Все то же самое. Давай спереди, Павелыч. Окей. Мы здесь. Беру первый способ. Смотрите. Она уже на этом этапе является опорной. Я его переворачиваю туда. Он упирается в эту руку в сторону. Дальше. Очень важный момент еще один. Почему мы его прижимаем к себе? Есть второе золотое правило. То есть первое. В свипе побеждает тот, чей таз выше. А второе. Мы свипуем всегда туда, куда смотрит его голова. Если его голова будет смотреть в ту сторону, фиг я его свипану туда. Поэтому, когда я его прижимаю к себе, я себе обеспечиваю направление его головы туда. Это важно. Не надо его прижимать. Потому что если вы будете отталкивать в сторону, он разворачивает корпус туда. Вы повисаете на отвороте и ничего не можете сделать с человеком. Понятно? В ноги вообще отворота нет. У вас еще будет больше проблем. Итак. С его опорной рукой я работаю либо до начала вытягивания, да? То есть я был здесь условно. Я забрал его ручку к себе. Я ложусь, либо въезжаю тазом, вытягиваю. Вкручиваю свой таз. И теперь очень важно. Я не толкаю ногой. Смотрите, когда вы толкаете ногой, а он разворачивает таз на меня. Разворачивает таз на меня. Он может вас накрыть обратно. Да, то есть я забрал у него руку, неважно как. Я здесь. Я вот на этой ноге, которая на пальцах, я прыгаю, прыгаю, прыгаю на него. Тем самым, оказываясь на нем, гарантированно забирая два балла. Это важная часть механики. То есть, еще раз, ручку я забираю либо до, либо одновременно с вытягиванием. Вы должны понять, что у вас достаточно большая свобода работать рукой. Я могу, смотрите внимательно, убирать ее толчком назад, да? То есть вот оно пошло плечо, вот он упадет. Вот, я могу убирать вовнутрь к его животу, я это очень люблю делать. Да, то есть сюда. Он притянут, вот у него перекос, вот он упадет. Иногда, когда я свипую, я могу выдергивать его руку вперед, и вот он упадет. Я могу забирать его руку рукой, да? И он упадет. То есть, у меня нет одного захвата, с которым я работаю. Я работаю не с каким-то своим захватом, я работаю с опорной рукой. Я сам определяю, как мне в сложившейся ситуации удобнее ее убрать, да? Чем больше у вас знаний, тем выше ваш пояс, тем легче, понятнее вам это будет, да? Какие-то способы я показал, но я хочу, чтобы вы сами подумали, чтобы вы работали и думали над этой рукой, как ее можно убрать, куда бы ее лучше спрятать. Если она не идет в одну сторону, условно, да? То есть часто бывает, я, допустим, хочу вытянуть, он не дает вытянуть, да? То есть я тяну, он не дает вовнутрь, да? Как часть механики. Сейчас я это сделал до вытягивания, совершил вытягивание, пальчики в пол, вкручивание, не толкаю, а видите, я скачу за ним, вот я здесь, вот я совершил свип. То есть сейчас мы ко всей этой истории, собственно, добавляем убирание опорной руки, да, каким-то из способов, и мы добавляем со свип. То есть вы убрали опорную руку, вытащили, либо подъехали под него, вкрутились ваш таз выше, и вы на опорной ноге, ни в коем случае не на коленях, поскакали за ним, тогда вы его гарантированно уроните без риска для себя, да? Понятно, что толкая верхней ногой, вы его тоже уроните, но в какой-то момент с человеком, который очень хорош в скрэмбле, то есть в скоростной борьбе без захватов, да, в борьбе между зафиксированными позициями, вы поплатитесь, и вас накроют, да? Поэтому вы должны приучить себя скакать за человека, а вы не такие, шлеп и все. Понятно, работаем по времени, когда меняться, я скажу. Так, окей, ребят, смотрите, Миша сказал много уже чего, да, по поводу путерфляя, добавить две вещи хотел. Первое, ну, борьба начинается с захвата, да, это все знают. Выигрываете захват, и дальше начинаете навязывать сопернику свою борьбу. Соответственно, ну, у вас есть две ноги, две руки, руками, понятно, мы захваты берем, ну, все понимают, да, ноги, в принципе, могут работать так же, как и руки. Ну, то есть они не могут не работать. Если у вас не работают ноги, они, ну, как бы половина вашего тела не работает. Это, в принципе, понятно, да, что этот свип во многом, вообще работать с бутерфляем во многом делается за счет ног. Ну, вы не можете брать ногами там с охвата, да, за кимоно, но работать как бы крючками вы можете, да. Если вы, допустим, говорите про вариант ноу-ги, да, то, в принципе, ну, руки и ноги примерно одинаково работают, да, то есть одинаковую работу могут делать в плане захватов, да, то есть вы там не, вы и руками не возьмете захват, ну, за что-то, да, там, с кимоно не возьмете. Это первое, да. Второе, ну, мобильность таза, естественно, решает, да, то есть это самый большой сустав в нашем организме. Если он подвижен, то вы подвижны. Если он неподвижен и деревянный, то и вы неподвижны, да. Опять же, вы видели сейчас, что, ну, как, в принципе, наверное, во многих гардах, в любом, да, гарде и в любом положении, ну, очень важно работать тазом, да. Я сейчас как бы, ну, начну с классического свипа из бутерфляя, да, собственно, и мы дальше пойдем, там, пару посмотрим развитие ситуации, вот. Вот, ну, начнем с того, что, да, там, положение, Миша все сказал, да, если вы, вы можете находиться фронтально к партнеру, да, я, например, не адепт, там, лейзи-путерфляй-гарда, я больше классический вариант люблю из сидячего положения, вот. Вы можете находиться фронтально, да, но, как бы, такое правило, ваш таз должен быть дальше от партнера, чем голова, да. Да, если вы сидите, грубо говоря, и таз на одинаковом расстоянии, ну, между вашим, между моим и его тазом, такое же расстояние, как между моей его головой, то, скорее всего, я лягу на спину, да, в таком положении. Это уже не очень хорошо, вас раскатили, и вы, как бы, ну, оттуда надо выбираться, да. Соответственно, если вы сидите фронтально, вы должны, как бы, быть наклонены вперед. Вот, ваша голова должна быть ближе к его, к нему, чем таз ваш. Ну, и, по возможности, она должна быть ниже, да, то есть, чем его голова. То есть, я, грубо говоря, опираюсь где-то в уровень плеча и его груди, да. Но так долго тоже сидеть, ну, смысла особого нет, то есть, это, как бы, такая чисто силовая борьба, кто кого там передавит, да, там. У меня когда-нибудь, рано или поздно, там, затекут мышцы спины и пресс, и я, там, упаду на спину. Вот, поэтому, да, мы втягиваемся к нему. Ну, я люблю, опять же, классический вариант такой с овер-андер, да, то есть, я захожу, я свипую в эту сторону из бутерфляя, поэтому я захожу левой рукой под мышку, правой рукой я уже работаю вот с вот этой его рукой, да. Соответственно, я могу быть в таком положении, но в какой-то момент я решаю, ну, что я, ну, готовлю свипы, когда я начинаю заходить на него, я ухожу левой рукой под мышку и, как бы, втягиваюсь тазом, разворачиваюсь к нему, да, вот таким образом. То есть, раз. Почему-то, да, мой опыт подсказывает, точнее, говорит о том, что в этой ситуации очень многие люди начинают пытаться вас этой рукой обнять, да, зачем-то. Ну, вот так всегда происходит, я не знаю, зачем они это делают, но почему-то так происходит. Вот, собственно, этим самым они решают проблему для меня. Что мне делать с этой рукой? Как бы я ее просто фиксирую здесь и, собственно, начинаю работать. Я тем, ну, вот этим движением, втягиванием своим, да, я разворачиваю таз и, как бы, я освобождаю пространство, в которое я буду свиповать его, собственно, да. То есть, явно понятно, что я буду свиповать его сюда. Вот оно пространство, в которое он будет уходить. По поводу работы ног, ну, Миша, в принципе, все сказал, да. Собственно, дальше происходит то, о чем Миша говорил. Вы выдергиваете на себя партнера. Это один из вариантов был, да, когда вы въезжаете тазом к нему и выдергиваете его на себя, как бы, собственно, дальше, ну, это движение продолжается. Вы заезжаете тазом под него и начинаете свиповать. И работаете и крюком своим, да, вот этим. Почему они должны работать? Ну, понятно, да, потому что крюк должен держать, контролировать партнера. И второй ногой, да, то есть. И вы его перевернули. Что люблю делать я? Дополнительно к этому, да. Я, когда заезжаю сюда внутрь, я люблю доставать вот эту ногу и, как бы, делать элемент такой, ну, как ножницы, да. То есть, я не только... Ну, я и толкаюсь этой ногой, и высекаю вот эту ногу, да, его, этой ногой одновременно. То есть, заехали сюда, да. Могу вот так сделать, да, видите, сейчас я прижал к нему руку, да. Он меня не захотел обнимать, я его прижал. Достаю ногу, и я, как бы, начинаю в процессе, то есть, все понятно, да, все, как Миша сказал. Я уже его, как бы, прижал к себе, между нами расстояния нет, никакого плотности. И я начинаю вытягивать его, и в процессе, как я ложусь, я не ложусь на спину, да, не ложусь на бок, я стремлюсь уже лечь, ну, грубо говоря, на грудь, вот на правую часть своей груди, да, и вытягиваю его, я его высекаю, да. Вот, такой свип получается. Плюс, что решает это, какую проблему решает вот эта нога, которую я достал, да, из-под него. Когда вы его свипанули, ну, сейчас увидите, да, то есть, я свипанул, и я, как бы, сразу могу уйти в проход, то есть, я не застрян у него в хавгарде. То есть, раз, да, свипуем, и сразу же внеслайт, и ушли сюда, да, вышли в сайт. Вот, собственно, такая вот история. Почему я говорю про мобильность таза? Я часто делаю так, то есть, я, ну, говорят хавгард, да, говорят про хавгард, то есть, вот, там, позиция классическая, да, я не знаю, там, зигард его сейчас называют, да, Миш? Ну, зигард – это поездочка. То есть, что? Просто для меня это не шилд хавгард. Как бы, я когда смотрю какие-то обучалки где-то в интернете, вижу там зигард, я думаю, блин, что это такое? Ну, это, по-моему, ну, как я понимаю, это есть не шилд хавгард. То есть, когда я учился, это называлось вот так. Я часто, да, там, ну, проигрываю эту позицию, то есть, осознанно, да. Ну, я люблю тут поиграть с коленом, да, на тренировках где-то там. Я могу проиграть, то есть, меня там начинают сжимать. Ну, например, я могу попробовать коленом этим поиграть, ну, и бывает, что проигрываю, меня раскатывают. Если вы научитесь двигаться, да, не, не, загружай, загружай меня. Если вы научитесь себя двигаться, научите себя двигаться, тазом работать, да, и крюками, то, в принципе, отсюда вот хавгард как раз хорошо, ой, бутерфляй хорошо заходит. То есть, это хав бутерфляй, да, Миш? Ну, да. То есть, вот этот вот крюк такой хавгардовый, да, собственно, отличает его там от классического бутерфляя. То есть, подержали таз, чуть сместились, там, ушли одновременно и вандерхук здесь, и вандерхук здесь. И здесь, в принципе, там, ну, для того, чтобы мне сделать то, что я делаю, мне там достаточно чуть-чуть себя разогнать, и уже я погнал. Миша не надо себя разгонять, он большой, а мне вот надо иногда. Поэтому попробуйте. В принципе, ничего нового по сравнению с тем, что Миша давал вот сейчас перед этим свип. Просто я немножко другие захваты использую, я добавляю работу вот этой ногой, то есть я высекаю. Видите, я как бы под себя затягиваю его ногу крюком. Попробуйте, а потом дальше пойдем. Смотрите, вот эта рука, которая одерхуком заходит, да, ну, я же разворачиваюсь влево, да, то есть я вот левым боком к нему разворачиваюсь. Поэтому она, чем глубже она сойдет, тем лучше. И она, естественно, ну, она не просто лежит на спине у него, вы ей продолжаете работать, то есть вы как рулем рулите, да, М? Двумя руками своими вы как рулем рулите. Вот. И второй вопрос был сейчас, собственно, ну, как бы вот оно движение, да, вползание такое, да, кто-то, возможно, его делает во время разминки. Вы, собственно, вползаете под него, и, ну, я не фронтально вползаю, да, подъезжаю тазом, я в сторону, то есть если я свипую вправо, в свое право, в его лево, то я, соответственно, влево смещаюсь. Как вы будете смещаться? За счет чего? Ну, в смысле, кто-то, все зависит как бы от конкретной ситуации, да, дает вам возможность партнер, помогите себе рукой, да, не дает, цепляйтесь за него, да, вот, соответственно, тоже вот момент с ногой. Чем сильнее вы въедете под него боком, да, тем проще вам будет ногу достать. Если вы вот так вот залезли под него, то бывает проблематично, да, достать. Ну, да, наверное, нередко я использую вот этот упор, да. Раз, и уже здесь я начинаю работать с этой рукой, и здесь у меня как бы... Он меня будет сейчас, возможно, ну, загружать и пытаться сделать так, чтобы я обвалился туда, но мне это, собственно, ну, я и сам туда пойду. Хоп! Ну, или там добавляете ногу, ножницы вот эти, да? Понятно, да? Можешь, я вопрос, в момент подползания там он по-любому захочет ноги стиснуть. Есть что-нибудь фишка? Стиснуть, в смысле? Мои ноги стиснуть? Можно обхватить и обойти. Я не особо понимаю. Ну, вот, получается, если да-да-да. То есть раз, иди по... Нет, ну, это совсем другая история. Мы работаем сейчас с плечевым поясом и своими руками. Если он начинает сползать, это совсем другая история, когда он, ну, сползает к моим ногам, как бы, да? Просто я, когда к нему начинаю приближаться, я прям чувствую, что, ну, ноги не контролируют, не обороняют. Кто не контролит ноги? Ты снизу. Ну, да, но я, когда начинаю к нему подползать, я чувствую, что он... Ну, смотри, нет, ну... Нет, ну, смотрите, нет, стоп. Ну, вопрос, ситуация следующая. Миша сказал, да, у вас колено должно быть открыто. Это всегда так, да, то есть хавгард мы возьмем то же самое. Если у вас угол вот такой вот, да, ног, то, естественно, он ляжет сейчас просто сверху и сложит меня. Если вы подъезжаете к нему, здесь вот эта ситуация, она такая, ну, переходная. То есть, ну, я не буду здесь сидеть полчаса, и минуту я здесь сидеть не буду, вот. Я либо просто, ну, есть же варианты, да, что делать дальше. Либо я просто начну вывешивать, там, уже что-то уходить, ну, там, придумывать что-то с вывешенными его ногами и тазом, либо я под него буду в бутерфлях уходить. Соответственно, ну, и вот этот вот момент разворота, да, как бы вот оно, колено, его сложить не так просто. Он может улечься сейчас между ног моих, да, и мы посмотрим, что дальше делать. Вот, то есть, ну, плечевой пояс я контролирую руками. Как бы, в моем понимании, проход хавгарда, он как раз-таки, ну, его проход, он и сводится к тому, чтобы, как бы, отцепить свой плечевой пояс, то есть, начать работать с моими ногами. Да, собственно, проход любого гарда. Когда ты висишь, как бы, на ногах у человека, то, ну, бесполезно, там, пытаться что-то руками... Ну, как я детей учу, да, там, дети лезут, я говорю, ну, с ногами работай руками. Соответственно, если вот здесь вот я нахожусь, как он будет с моими ногами руками работать? Он будет пытаться вылезти отсюда и начать работать с моими ногами. Да, тогда уже, как бы, ну, он и крюки мои отцепит. Просто встанет на ноги и, в общем-то, ну, начнет проходить. Да не, ну как... Если ты чувствуешь, ты контролируешь ситуацию, можешь засиживаться. Если вы чувствуете, что вы контролируете ситуацию, ну, наверное, можешь засиживаться. Другой вопрос, зачем вам это надо, засиживаться там? Вы же, как бы, бороться пришли, а не сидеть с крюками заправленными. Просто вы представьте, что новый человек приходит в зал, как бы, и смотрит вот на этого, там, 20 минут. Ну, как бы, я сижу, у меня спина держит, там. Ну, там, пресс держит. Но кто-то там, вот у Миши тогда не на что будет в Бразилию ехать, там, на следующий год, если вы так бороться начнете. Даже другие люди будут уходить. Просто, ну, не давайте ему складывать ноги, естественно, да. Вот, как бы, угол, углы. Эта нога лежит, бедро, она на земле, на ковре. Эта нога стоит практически, грубо говоря, ну, перпендикулярно ковру. Все, заехали сюда, пространство освободили, с этим разобрались. Достали ногу, если вам это требуется, и перевернули. И все. Понятно, да? Можно, да? Да, да, да. Сейчас сначала, да, пару слов о том, что мы делали до этого. Вопрос был, да? Я, правда, не понял, как он звучал, этот вопрос. Что лучше, да, или? Нет, ну, в чем разница в окончании? Как ты понимаешь? А лицо на крючке. Лицо, да. Ну, и дальше там, может, список продолжить. Соответственно, смотрите, да, вот у вас есть вот этот крюк, да, потерфляй-крюк. Вы свипуете. Крайне желательно. Ну, то есть вы работаете крюком, да? У вас там не какая-то палка там, которую вам приделали, а это ваша нога, крюк. Да, Миша сказал, естественно, да, чтобы человек висел на нем, он не может быть расслаблен, болтаться. Это вот натянутый носок, натянутый на себя. И эта нога не должна проваливаться куда-то, да, там. То есть он висит на этом крючке до того момента, пока уже слип не будет завершен. То есть пока он не окажется на спине, а вы сверху над ним, да. Вот, собственно, раз, да. И здесь, если она у вас не проваливается никуда глубоко, да, то видите, у вас стопа остается, да, то есть у вас не ушла нога вот сюда вот, что он вас затянул там в хавгард свой. И здесь вы, в принципе, можете выбирать, да, либо вы уходите в низ слайд и легко проходите достаточно, да, потому что если в темп движения, то он не успеет, ну, я думаю, вашу ногу зацепить там, зафиксировать. Или вы можете уйти отсюда в такой три четверти маунт, да, и тоже попробовать пройти, да. У вас, опять же, есть вот этот андерхук, потому что, ну, я просто люблю этот, я люблю проходить с этим андерхуком, да, соответственно, он у вас есть, он у вас с самого начала был, и вы уходите, как бы, с его помощью проходите. По баллам, да, вот сейчас выяснилось, что если это сделать в темп, то получится, что, ну, нету никого прохода, да, трех баллов за проход, будет чистый свип, но вы выходите там в сайт-контроль. Баллов вы не заработаете за проход, но в сайт-контроль выходите. Соответственно, если вы выйдете в маунт, ну, здесь, может быть, даже и три секунды нога и побудет у вас, да, потому что здесь все-таки посложнее будет освободить ее, да, то, соответственно, два балла свип, три балла проход гард, четыре балла маунт. Ну, как бы, в уличной схватке баллы не считают, поэтому лучше, я думаю, оказаться в сайт-контроле. Ну, хотя... Да, я дрался недавно с чуваком на улице перед Новым годом и свиповал его из бутерфляя, реально. Но я не буду сейчас с подробностью уходить, это после. Вот. Это по поводу того, о чем мы говорили. Собственно, да, там у вас есть вот этот крюк, которым вы работали, дальше уже смотрите, как вы будете просто забирать его оттуда между ног у него, да, чтобы не застревать там. Ну, и, соответственно, продолжение истории. Если по какой-то причине у вас не получается свиповать, ну, не получилось свипануть отсюда, возможно, да, там человек открыл вот эту ногу наружу, да, возможно, у вас не получилось забрать опору, хотя это, ну, это плохо, вы должны ее забирать. Может быть, у вас изначально не было плана свиповать, у вас есть вот этот андерхук, да. Собственно, сейчас мы попробуем атаковать его руку, да. Что мы делаем, да, то есть вы фиксируете его плечо, да, у себя здесь между своим плечом и головой на шее и просто начинаете сползать с него, да. съезжать как по рельсам. Интересная проблемка здесь, если вы будете это делать так, как я сейчас делаю, он за вами просто будет идти, никуда вы не съедете, да. Поэтому нужно ногами его зафиксировать. Соответственно, как люблю это делать я? Я вообще люблю вот эту ногу убрать отсюда, да, чтобы она не мешала мне, чтобы у него не было возможности переть на меня, да. Человек будет просто пытаться тупо собраться, собраться как бы в кучу, собрать руки, да, и переть на меня. Соответственно, возьмите вот этой ногой, как рукой, да, и просто ногу эту уберите отсюда, да. И, соответственно, вторая нога, я люблю ее ставить как бы на бедро ему, стопой, ну, пальцы у меня развернутся вот сюда сейчас, и нагружать вот здесь вот, закрывать плечо, да. Вот, и, соответственно, дальше вы начинаете съезжать как по рельсам по его руке. И, смотрите, да, видите, что я делал? Она у меня съезжает по, ну, между плечом и головой, и по шее, да, а своими руками я как бы по ней, как по рельсам еду по его руке. И в какой-то момент здесь такой бугородчик есть, да. Вы его не пропустите, если будете аккуратно делать. Собственно, здесь надо остановиться, довернуть его плечо. Лучше его довернуть с самого начала, чтобы у него как бы локоть был развернут вот сюда. Ну, никак не вот туда, да. И просто коротенькое такое воздействие, и его, собственно, он сдается. Здесь не нужно сильно давить, ну, не требуется. Просто, просто там, ну, небольшое воздействие. Это вот ситуация, да, когда, допустим, человек не понимает, да, что вот здесь вот у вас как бы ваши ноги расположены как надо, да, и пытается вас продавить, да. У вас есть андерхук. То есть он вас не сложит сейчас и не продавит. Он просто попадет, он провалится как бы между ваших ног, и вы съедете. Короткое такое давление. Вот. Движение такое тонкое, да, надо почувствовать его. То есть сейчас не спешите, это, может быть, не начнет получаться сразу, просто надо почувствовать, куда давить. Угол вот этот, да, как бы вот вы с давлением вместе доворачиваете его руку, ну, в том направлении локоть разворачиваете, в направлении своей головы, грубо говоря, да. А так все довольно просто. Не знаю, не получился у вас свип, хоп. Лучший вариант, когда он просто ляжет, грубо говоря, да. Тогда, ну, вообще ему тяжело будет собраться сейчас. Все, у вас рука. Уезжаем. Главное еще, смотрите, чтобы она не соскочила здесь тоже. Слишком сильно не газуйте. Вовремя остановиться надо. Но надо ее и растянуть, потому что если будет короткий рычаг, не получится, да. Хоп. Видите, я доворачиваю. И давление небольшое. Понятно? Понятно? Ну, все, пробуйте. Ребят, смотрите, сейчас опять же вернемся чуть назад, ну и пойдем дальше потом. Опять работа таза, да. То есть вы, ну, там, понятно, с рукой, да. Да, вы, некоторые из вас, как бы, продолжают там на спине лежать вот здесь. Нет, надо довернуться и, ну, тазом с вами сработать. То есть развернуть свой таз. Видите, я, например, сейчас никуда не забирал вот этот бутерфляйк. А у меня, в принципе, два крюка на месте, да. Вот, то есть там подвернул колено чуть-чуть. Здесь подвернул локоть. Вот он. Как можете, вы его, ну, как бы, дальше какого-то предела он не повернется. У него рука отломается просто. Вот, ну, плечо уже травмируется. Вот. Если кто-то, я видел, там начинает, например, ну, пытаетесь там закрыть здесь закрытый гард, да. Не вопрос, ну, это можно делать. Я думаю, вот такой контроль, он наиболее подходит именно для рычага, да. Дальше там вы можете доворачиваться там на рычаг локтя, да, и так далее. И, в принципе, там много разных переходов и вариаций. Естественно, для некоторых из них вам потребуется и ногами его обнять, там, и ногу через плечо перекинуть. Ну, там, новую плату, если вы захотите выйти отсюда, например. Но это уже другая история. Мы сейчас не будем в нее уходить. Теперь смотрите, что будет делать ваш... Вот опять же, да, видите, на самом деле я сказал, да, можете выдавить ногу, но я, например, наверное, даже не стал бы этого... Это в идеальной ситуации. У вас человек должен лежать на животе, как бы, ну, как вот, лежать, да, и вы ему там руку откручиваете. Но в реальной жизни я бы, может быть, даже не стал ему выдавливать ногу. Просто достаточно того, чтобы вы крюками контролируете его, да. Вот они у вас здесь есть. Если он начнет переть на вас, да, вы, ну, в крайнем случае, вы просто отъезжать будете вместе с ним, чтобы он вас как бы не... ну, он будет пытаться собраться, да, чтобы он вас не сжимал, видите. Он сейчас меня как бы собирает в охапку, да, этого не должно быть. Только, ну, вам крюки вполне позволят этого не допустить. Вот. И, соответственно, следующее движение отсюда заключительное, ну, с моей части. Собственно, если у вас получается, у него получается как бы не отдать вам руку, он ее вот... Ну, то есть вы забрали плечо, вы забрали локоть, но он не дает вам выпрямиться, да, выпрямить его руку, растянуть. Собственно, что мы делаем, да, то есть, грубо говоря, мой локоть здесь должен быть выше его локтя все время. Как только я свой локоть опущу, у него появляется возможность свою руку спасти, да. Все время, пока я как бы вот забираю мой локоть выше его, да, она не растянута, его рука, но риск как бы атаки все равно сохраняется. Соответственно, что мы делаем? Как правило, ну, вот это движение, когда он собирает меня в охапку, сопряжено с тем, что он как бы... Ну, он начинает меня разворачивать на вот эту сторону, да, и сам заваливаться на левую сторону. Соответственно, я здесь уже могу как бы спипануть его в обратную сторону. Вы сейчас начнете разворачиваться влево, да, ну, переворачивая его, но локоть не должен опускаться, он должен все равно быть... Ну, то есть, вы даже будете, может быть, пытаться его там вот этой рукой там, андерхук забрать, и вот этот локоть будет подниматься, но левый локоть не должен опускаться, потому что как только он опустится, человек сразу соберет руку отсюда, да, как минимум. Ну, то есть, ни о какой атаке на руку и ни о каком перевороте вы можете, ну, вы можете об этом забыть, потому что у него появится там опорная рука, он спасет свою руку, и опорная рука появится. Поэтому отсюда, да, как бы таким вот образом контролируя его, так же переворачиваете, да, то есть вытягиваете на себя и переворачиваете в эту сторону. Это не ваша сторона, ну, то есть, допустим, это не моя сторона, влево я не свипую обычно, но в такой ситуации свипану. Еще раз, да, не знаю, как вы пришли, ну, там, миллион способов, как вы можете прийти к ситуации, что вы начали делать рычаг локтя. Может, вы изначально его начали делать, и не пытались его свиповать в ту сторону. Может, вы вообще в ту сторону не свипуете человека, ну, не делаете свип. То есть у вас там что-то не получилось, да, человек вас греб по хапку. У вас есть андерхук и локоть, ну, не обваливайте его, не будьте как этот, как сказать, ну, у вас должны быть полноценные рабочие руки, там, не убивайте свои руки сами, да, в этой ситуации, не убивайте крюки свои, они должны у вас быть все время, да, в рабочем состоянии. Все, он вас начинает нагружать, видите, сейчас опять, да, как бы я в сидячем положении. Я могу использовать этот момент, когда я обваливаюсь, как бы разгоняю его. Там дальше уже разберетесь, либо вы в маунт сяете, либо там, может быть, он прихватит вашу пятку здесь, там попробуйте либо пройти сразу в маунт, либо там сайт через не слайд, да, либо сразу в не слайд, тут уже разберетесь, еще раз. В принципе, я думаю, что работать с баттерфляей – это все время вот эта раскачка, то есть, да, вы можете, ну, я не обладаю данными, как Миша, да, чтобы просто брать и людей свиповать из лежачего положения, пусть даже там и на, ну, не на спине лежа, а на боку, поэтому я все время, у меня вот эта все время работа, вот она, да, то есть, раскачка. Хоп, я там. В принципе, ну, как сказать, даже не то, чтобы рычаг. Люди, в принципе, понимающие, ну, куда они попали, откуда. Никому не хочется андерхук проигрывать здесь, да, то есть, они будут пытаться эту руку забрать, даже если рычага, ну, то есть, даже если рычага нет, это как бы… И вы, как сверху работающий человек из баттерфляя, вы должны понимать, если вы проиграли этот андерхук, хотя бы один, да, то вы уже, ну, на полпути к тому, чтобы вас перевернули или атаковали. Поэтому из этого положения нормальный человек не захочет проигрывать и захочет как-то эту руку спасти, да. Пока я, ну, то есть, еще раз, да, повторяюсь, пока я как бы глубоко свою руку туда вот подсовываю, ему сложно будет это сделать. Как только я начну здесь лениться, конечно, он сразу этот андерхук мой сожрет. Поэтому и дальше, ну, что он будет пытаться сделать? Он будет пытаться меня уложить и продавить как бы мой локоть, чтобы вот, вот в такое положение мы пришли, да. Если я ему не дам этого сделать, если я сам обвалюсь с этим андерхуком, то я могу высыпануть в ту сторону, да. Ну, вряд ли вы здесь ногу достанете, как я это делал до этого, потому что у вас таз развернут. Но крючками сработать можно нормально. То есть вот раз. И уже тут как получится, да. Понятно? Смотрите, во-первых, вопрос был, ну, я сам увидел, просто дядя Миша не разрешает прерывать процесс. Что делать, если в момент свипа этот человек решает поставить эту руку в качестве упора, да, то есть, там, не знаю, он же меня как бы заваливает, и он же, не желая переворачиваться, выставляет. Вы возвращаетесь к рычагу, то есть, он вам руку сам отдал, это понятно. Ну, помимо прочих всех вариаций, да. Также, да, там, ну, миллион вариантов, что вы можете делать вот этой рукой, да. Я просто сейчас, у меня мысль возникла, например, дети, да, вот, я там детей учу делать, там, бороться с бутерфляя. Я их не учу, как вы сейчас с Мишей вам объясняли, это сложно, да. Мы их учим, не знаю, Миша учит, не учит, я учу, пытаюсь, типа, с двух андерхуков, да, работать. То есть, в принципе, да, ну, когда у вас есть два андерхука, вы, в принципе, можете выбирать, в какую сторону вы свипуете. Они немного оба недоделанные, да, но, как бы, шансы вам оставляют. Здесь, примерно, та же самая история, да, вы можете, там, попробовать залезть в андерхук второй рукой, просто не забывайте, да, вы должны помнить, что, ну, как бы, если вы полезли во второй андерхук, этот андерхук, ну, не просрать. То есть, эти руки должны быть, вот, высоко, да, он, как курица, должно быть с крыльями, раскрытыми в стороны разные, да. Можете, там, взять какой-то захват на его руке, когда я показывал до этого на дяде Паше, я просто, как бы, брал запястье, и как рычаг ее использовал, эту руку, то есть, он меня заваливает, и я вот, ну, то есть, за руку его переворачиваю. Можете брать замок какой-нибудь, да, то есть, типа, там, упор ему, там, в шею, да, отсюда, тоже можно, но вот этот локоть, он будет подниматься, да, в любом случае, ну, вам надо не потерять вот этот андерхук. Вы, если, как только вы, вас там, грубо говоря, начнете вырулить им, да, и у вас руль начнет поворачиваться, сразу же он сожрет этот андерхук. Поэтому, когда вы начнете поднимать правый локоть, не опускайте левый, да, то есть, там, ой, извините, классно. Жалко человек. Вот. Это такой момент, да. Наверное, да, для тех, кто не особо, там, ну, опытен в бутерфляе, может быть, вам и надо поучиться с фронтальной позиции, там, вывешивать, как-то там работать с руками, с этими и прочее. Ну, так, для себя, если вы решите эту позицию освоить, возможно, можно с этого начать. Вот с этих всех движений, да, там, когда вас раскатывают здесь, там, вы там собираетесь, да, ой, микрофон. То есть, вот с этого всего можете, там, как в качестве дриллов, каких-то там, во время разминки, все это попробовать, хоть почувствуйте, как работают крюки и все остальное. Ну, в общем-то, я свою часть закончил на этом. Спасибо. Передаю слово дяде Мише. Итак, я сейчас, да, то, что я покажу, это моя одна из любимых комбинаций, и в том числе, она выступит для вас, как промежуточное звено между позицией, когда мы без андерхука, и, как дядя Ваня показался, с андерхуком. Итак, вставай на колени передо мной. Вот. Иначе ты можешь, Миша, перед тобой. Отлично. Я сниму сейчас часы, да, чтобы не расцарапать лицо. Не застрялись. Ну, что, Вадь, Дэн, Дэн, лови. Дэн, дайте ему еще одни. Итак, вот я был здесь, да, андерхука у меня нет. Объективно, очень тяжело заправить андерхук, когда он его видит, когда он защищается. Поэтому, и для андерхука, и для будущих худушек я должен придумать ему новые заботы, да, я должен заставить его искать равновесие. То есть, что я делаю? Я беру, вытягиваю его на себя, и здесь он не будет не упираться в руку, он понимает, что близок свип, да, он начинает искать равновесие. Видите? Я его просунул, взял андерхук. Я могу переворачивать отсюда, могу посадить его, сесть, как дядя Ваня сел, и отсюда работать, да, выходить на рычаг, переворачивать в одну, вторую сторону. Понятно? То есть, мы были здесь, я сидел, тяжело заправить, он все видит, окей, ничего страшного, я беру, если он упёрся рукой, могу толкнуть его, видите, важно, толкаю не в кимоно, а в плечо, чтобы ручку освободить, убираю в руку, вытягиваю на себя, и ему придётся искать баланс, то есть, да, плюс я вытаскиваю, легко забрал андерхук, да, то есть, это для предыдущих упражнений, прямо отсюда могу на рычаг выходить, да, и так, с этим понятно. Теперь переходим, собственно, в мои любимые комбинации. Чем она любима? Я люблю техники, которые не требуют смены захватов, которые не требуют супердолгой подготовки, и которые достаточно жёсткие, и достаточно простые, я же тупой, как валенок. Итак, я работаю с этим захватом. Половина всего строится на том, как вы возьмёте эту руку. Если вы возьмёте ваш захват, и у вас вот здесь, между его ухом и его шеей, будет вот люфт пизды, то у вас удушки, свипа нормального не будет. Почему? Потому что вы будете плохо воздействовать на его шею. Для этого вот это пространство должно заполнить своей рукой. Обратите внимание, как я заправляю. Я беру свою руку, она огибает его шею, то есть не вот здесь, а мои пальцы прям заходят за его шею, и здесь я сжимаю кулак. Видите, я набрал кимоно, и я пригрузил его шею. Дальше. Фиг я что сделаю отсюда, если он не боится свипа. Я должен угрожать ему свипом. Поэтому я делаю то же самое, что я делал до этого, да? Я убираю его руку, я могу встать, допустим, да? Убрать его руку вовнутрь и вытащить его на себя. Да, и ты не сопротивляешься, не поможет. Вот. Очень важно. Я не начинаю таковаясь здесь, еще рано. Надо попугать побольше. Я начинаю вкручиваться, и вот здесь я хочу, чтобы он забоял свипа. То есть я здесь и здесь, и обычно начинают меня грузить. Я убираю эту руку, и обратите внимание, вот здесь, видите, вот эта складка идет от моего захвата, который я взял. Вот мои пальцы. Я беру не краешками пальцев, я прям, видите, набираю плотно. Моя рука очень плотно ложится на мою руку. Я взял вот здесь захват. И обычно люди пытаются сдушить отсюда, ничего не делая ногами. Это неправильно. Что я делаю своими руками? Я своей рукой делаю вот такое движение, видите? Одновременно, вот я взял. Я, вот важно, у меня одна нога была здесь, я ставлю ко второй ноге. Я толкаю его ногами от себя, рукой делаю вот это движение, и я своей грудью прижимаюсь к его голове. И вот эту позицию я должен держать. Важно, он может не задушиться сразу. Чего я хочу добиться? Я не хочу, чтобы он сидел, видите, собранный. Я не буду сейчас душить, я наберу специально очень далеко. Я хочу максимально его растянуть. Я хочу быть здесь. Я хочу, чтобы его шея была как бы отделена от его плечевого пояса. И нам попадаются все-таки люди духовитые, сильные, которые хорошо терпят удушки. И вот эти люди, они здесь, ну не душатся, он подбородок успел всунуть. Но то, что они не душатся, они знают, что они не будут защищаться. Они всегда активируют свои руки, чтобы начать защищаться. Снимают они всегда верхнюю руку. Ну, сейчас, даже скручиваться не пришлось, да? То есть, я комбинирую. Обязательно делаю. Через вытаскивание на себя. Мне это очень важно. Часто ошибка, еще раз, ребят. Вы часто недовытащите. То есть, я был здесь. Колено широко. Да? Если он пытается рукой обхватить мое колено, я вставляю сюда локоть просто. Да, вот на меня здесь. Я набрал еще раз. Вот здесь. Вот здесь. Между ухом шеи. Не должно вот люфтить ничего. То есть, смотрите. Вот этого быть не должно. Пум. Кулачок жал. Чем глубже вы заберете, смотрите, внимательно кимоно. Видите, складочка образуется. Вот здесь, смотрите, мне нужна именно та складка, которую я образую пальцами. Да? Дальше. Я работаю с рукой. Я могу вытащить на себя. Я вкручиваю таз. Я хочу, чтобы он поверил в свип. Потому что тогда он ломается на меня. После этого толкнуть, сесть. Вы должны оборвать руками очень жестко. Важно. У дужка может не пойти сразу. После жесткого включения не должно быть расслабления. Я включился жестко, вжался. Я не усиливаю и не расслабляю. Это давление, пока он не постучит. Он может долго засыпать. Это нормально. Я взял. Вот у меня захват сел. Ножками растянул. Спинка жесткая. Если не идет, он снимать всегда будет. Всегда верхнюю руку. Она идет. Забирает опорную руку. Вытаскивание. Вкручивание. Свип. Механико понятно? Важно. Если вы закрыли удушку, заставьте человека постучать. Понятно? Делаем по времени. Дальше будет еще одна удушечка. Несколько основных нюансов, которые у вас в ней идут. Тишину ловим! Итак, пальцы заправились за шею. Не вот здесь. Люфт пизды вот здесь получается. Вот сюда должны зайти пальцы. Около всего шеи не должно люфтить ничего. Да? Дальше. Смотрите внимательно. Вот она складка появилась. Вот она вот эта складка. Не вот эта. Это слишком низко. Вот она вот эта складка. Я ее взял. Да? И сделал ему отрыв лица. Когда я беру, я сажусь, и я не тяну его назад. Мои руки наоборот устанут. Убери руки. Я наоборот прижимаюсь к нему. Прижимаюсь, растягивая его ногами. Если я буду здесь, ему остается только меня толкнуть. Мои руки ослабнут, и удушка разорвется. Также иногда возникает такой нюанс, что вот я его вывешивал, да, условно, и у него оказалась голова немножко с неудобной мне стороны, да? Не вот здесь, с этой стороны, да? И здесь у меня рука идеально ложится. А вы немножко скривили со свипом, и голова оказалась немножко сбоку. Что я здесь делаю? Смотрите. Вот здесь у меня все плотно. Это секундное движение. У меня не будет много времени. То есть словно я свиповал, он на меня давит, я отъезжаю, вот здесь кладу прям локоть и зажигаю спичку. Растягиваю, сажусь, я иду к нему. Иногда люди от удушки падают сами назад. Я не жадничаю, я отпускаю удушку, забираю баллы. Важно. Жадность в районе разгубила, он падает вниз, развивается дистанция, я отпускаю удушку, забираю два балла, довольствуюсь этим. Итак, с этой удушкой все понятно? Сейчас будет еще одна моя удушка. Скажем так, у нее есть две версии. Культурная, да, обычный лупчок. А вторую версию для меня лично вот открыл мой ученик, Александр Дезария. Да, я ее называю штурвал, да? Вы поймете, почему. Она для физически сильных людей типа Ромы, да, типа вот Димона, где Дэн. Дэн, покажи бицуху, сними кимоно, покажи его бицуху. Вот, вот прям для таких людей, у которых огромная бицуха. именно не лупчок вариация подходит, а именно вариация штурвала, да? Механика вся та же самая, за исключением пары деталей. У меня абсолютно такой же захват. Я абсолютно так же его выводил из равновесия, да? А теперь смотрите, часто, у меня вот, ну не пошел, да, загрузился, что я делаю? Я его не толкаю, а я выезжаю из-под него, то есть, я за счет того, что мои ноги касаются, смотрите, я совершаю легкое движение, бум, я здесь. Я поднимаю свой локоть, да, таракан, только не падай сейчас, пожалуйста, и вот этой рукой я закрываю его затылок, не шею, именно затылок. Я заправляю свою руку себе под руку, да, именно своим запястьем, то есть, бум. Мне не нравится заправлять кулак, я заправляю запястьем. Вот здесь вот, видите, моя рука на его локте, не на шее, да, на локте. Единственное, что я сейчас делаю движение, он упадет, то есть, я буду заваливать, смотрите, я буду опускать локоть, который на голове, и поднимать вот этот локоть, и у меня получится удушающий. Сядь ровно, смотрите внимательно. Семья был здесь, я его вытащил. Я поднимаю локоть, важно, я не тяну его шею вниз еще раз. Я поднимаю локоть, одновременно с подъемом локтя за локоть на затылок я сгибаю, его голова не будет наклоняться ровно вниз, она всегда немножко довернется. И вот теперь я опускаю локоть, один локоть поднимаю. Очень важно, я в этот момент, да, люблю доделывать свип, то есть, я поднимаю его на ноге. Иногда у меня хорошо пойдет удушка, иногда я не сжадничаю и заберу два балла, еще раз. Я не из тех людей, которые вцепляются в удушку, такие, ну все, не буду ничего делать, кроме удушки. Я удушку использую как способ развести человека на свип, да, то есть, я лучше заберу надежные два балла, чем возможно у меня не поет удушка, то есть, как и в варианте с кросс-чоком, он защищается, я забираю руку свипую. что? Так вот, смотрите, то есть, механика та же самая. Теперь, пока он сидит, я покажу вариант штурвал, да, он проще, но для него вам нужны сильные руки, да, развитые, да, чтобы на бицуху много поднимали. Вариант штурвал очень простой, надеюсь, ты застрахован. Вот, я беру, поднимаю локоть, накрываю, я беру себя за лоу, руки убери, я показываю людям. И вот здесь очень важно, вот представьте, что вы на корабле на пиратском, и вы крутите штурвал. Это вариант обычно заканчивается со свипом, потому что вы, пупо, очень резко дергаете башку человека, и его ноги вот так вот идут за его башкой. Если у него жирная жопа, и как бы ноги никуда не пошли, обычно хрустит шея, человек стучит. Вот, еще раз, вот второй вариант, он грубый, это нормально. Если ему больно, он всегда может сдаться, да? В него нужно физически вложиться. Смотрим полную версию. Да, да, разумеется, еще раз покажу. Итак, меня мой, ленивый, да, баттерфляйгард. Еще раз, вот с этим захватом я не работаю, вот это мне не позволяет выводить человека. Пум. Я не люблю передавать захваты по помощи двух рук, вот моя рука, как по рельсе путешествует. Я завожу, набрал. Вот я здесь. Очень важна его реакция, да? Иногда есть люди, которые такие, наоборот, начинают давить на мою руку, то есть они такие, оказывают давление. Крошок здесь делать тяжело, да? Я тупо чуть выехал, накидываю. Это очень быстрое движение, то есть мне никто не даст вот так вот вести. То есть я был здесь, я пум, закрыл колени к себе, я поворачиваюсь, если он не душится, я просто переворачиваю, иду за ним. Если он душится, я, соответственно, душу. Я хочу, чтобы вы меня услышали, я не гонюсь за удушкой, я всегда гонюсь за свипом, потому что свип – это надежно. Да? И вариант со штурвалом. То есть словно мы были здесь, я набрал, я вывешиваю, да, он не хочет падать, он на меня давит, я выезжаю. Смотрите, сейчас он защищается, то есть смотрите, это нормально. Он защищается, но видите, весь осел, он блокирует мою руку, он знает, что я буду душить. Ничего страшного, я буду его свиповать. Да? То есть тараканов уже не хочет душиться, он начинает защищаться. Иногда, иногда, когда я свипанул с этим захватом и сел, как дядя Ваня показывал в неслайс, я могу отсюда делать локоть, зажигаем спичку, берем складку и мне нравится сидеть здесь. Я предпочитаю отсюда упасть, потащив его на себя. Да? Обычно люди на меня начинают вставать, мы возвращаемся к предыдущей версии по удушению. Можем еще с кого-нибудь другого, да, уже не привыкшего к удушке. Тараканов уже пугается. Иди ко мне. По кросс-чоку понятно? По лучоку немножко, смотрите. Вот, смотрите, он уже поджал шею. Ну, то есть, это важно, я не буду его душить, если он поджал шею. Ну, все, я буду работать только на свипы. Да, то есть, все, он уже поджимал, он трапецию поднял. Все, он не хочет душиться, окей? Но он даже защищаться от свипа, понимаете, он не хочет защищаться от свипа. Он настолько боится этой удушки, что он лучше ляжет, как кукла и упадет. То есть, эффективно ли это? Да, я настолько его запугал. Так, нового мне человека давайте, тоже боится. Саня, давай ты. Все, я здесь взял. Я еще хочу получить реакцию. Я начинаю свиповать. Он здесь. Здесь, как он стоит, идеально под кросс-черк, но могу и луп. То есть, я толкаю ногами, допустим, накидываю на бочок, коленка к себе, вот я здесь. Если он стоит, я могу здесь додушить. Не душится. Окей. Я свипую. Если я был где-то здесь, условно, я могу сесть. Я физически сильный парень. Штурвал. Очень важно. Прям взяли. Вот штурвал я на пиратском корабле. А это шею сломать ему нельзя вообще? Ну, можно, наверное. Да. Поэтому, скорее всего, сам прыгнет, как бы радостно. А если он побежит, опять, смотрите. А если он побежит снимать мои руки своими руками, отлично. Я могу забирать захваты и работать дальше. С этим понятно? Давайте еще раз покажу лупчевок. Не сильно кого-то душа. Дядя Вань, дай на тебя аккуратненько. Не. Я очень аккуратно, сейчас спокойно. Еще раз. Мы здесь. Я без штурвала, да? Не, без штурвала. Вот. Я здесь. Я чуть отъехал. Посмотрите, если я плотно, локоть не поднимается. Отъехал, локоть поднялся. Одновременно пошла ручка на затылок. Вот, я закрыл. И теперь я поднимаю один локоть, второй опускаю. Важно. Я не выпрямляю так вот ноги. Я захожу под него, коленки к себе, видите, вытащил. Да? Если он не захочет падать, он захочет вдруг вставать, да? То есть, Ваня уже упал, То есть, здесь уже все. Да, то есть. Опытный. Да. То есть, если он не хочет падать, он сидит, бывают такие люди, да, то есть, бой тут дышающий. Еще раз услышите, если он защищается от удушки, он втянул шею, не надо его душить, свипуйте. Очень тяжело защищаться от свипа, вот в такой позиции вы будете падать. Как только вы защищаетесь, открываете шею. Понятно? Работаем с удушками, ребят? Еще один хитрый способ, когда мы хотим задушить человека лупчоком, это самому немножко встать. Смотрите. Начинаем со свипа, да? Вот у меня словно была рука, вот я его вытягиваю на себя, он же что хочет? Он хочет опустить жопу вниз, чтобы не улететь, да? Еще разок заново, заново сядь. То есть, еще раз. Я на этой реакции работаю, то есть, я не работаю с трупом, который, то есть, он ничего не делает, я что-то туда накидываю, это не пройдет у вас в схватке. Я работаю с реакциями, если вы обрабатываете реакции хорошо, вы будете успешны в борьбе. Я здесь. Захват я набрал еще раз, вот он у меня глубокий. У меня, обратите внимание, запястье не вот такое. Я заправил, набрал, прямое запястье. Я здесь. Да, я его там вытаскиваю на себя, он тянется, я толкаю ногами и чуть встаю. Он же не хочет, чтобы я встал, он идет на меня. Блин. Мы играем сейчас с его реакциями. Не хочешь лететь, окей, сажаем, встаем на него. Первая реакция у него, кинуться на нас, проход в ноги завалить. Отлично, ловим, братана. Еще разок. Важно, вот я здесь, заправленный пальц, смотрите, набирается кулак и запястье выпрямляется. Видите, сколько кимонов вытащил? Да? Вот я здесь. Словно, вот мы боремся, да, там, вот мы что-то работаем, я блокирую, тащу, он хочет вниз. Он, видишь, тараканов уже вниз-то не особо хочет. Он уже никуда не хочет. Да, то есть он пятца назад, пятца назад, толкаю ногой, пристаю. Он идет на меня, и он уже удушки боится, то есть он уже не хочет вставать, он на руки мои боится. Он обычно будет на меня падать. Крот, щек. Да, вот он закрыт. Обе эти удушки, я люблю ловить на его реакции. Мне нужно, чтобы, во-первых, он освободил шею свою, во-вторых, чтобы он сунулся на меня башкой. Если человек вот так вот вжался, да, он защищает удушки, его очень удобно гонять в бок. Когда человек делает, ага, очень легко ловится его башка. Сейчас последнее задание. Делайте все, что было сегодня. Периодически в какой-то момент добавляйте удушки, то есть у вас есть болевой выход на руку, у вас есть свип в другую сторону, у вас есть свип удушка. Понятно? Поехали.